Всем привет! Меня зовут Яковлев Андрей Владимирович, я врач-уролог-андролог, спортивный эндокринолог, врач команды OxiTeam. Я рад приветствовать вас на канале Oxi, где мы рассказываем и делимся с вами самыми интересными моментами из жизни атлетов, а также рассказываем про здоровье с точки зрения спортивной эндокринологии. Друзья, все задаются вопросом, что же использовать, какие вещества или специальные пищевые продукты заданного состава, использовать для улучшения своих физических кондиций, либо улучшения состояния перед тренировкой, чтобы мы могли провести ее полноценно и с определенными усилиями получить хорошие бонусы от тренировки. Давайте поговорим об этом. Я расскажу вам про действия четырех аминокислот, о которых вы, конечно же, неоднократно слышали, но мы попробуем с вами поговорить немножко в другом ракурсе, как они действуют на физиологию человека и как они действительно помогают нам стать лучше. Первое, о чем я хотел бы поговорить, это вещество глютамин. Вы действительно его знаете, я уверен в этом, но давайте подумаем, как он действует с точки зрения физиологии. Глютамин – это одна из незаменимых аминокислот, которые мы должны получать с пищей. Почему возникают дефициты? Если вы посмотрите на нашу пищевую промышленность, которая сделала неимоверный скачок за последние 10 лет, про способы обработки и хранения продуктов, то есть наша пищеварительная система не способна так быстро эволюционировать, чтобы могла бы она усваивать все эти продукты. Поэтому у нас развиваются дефицитные состояния, даже с учетом того, что мы придерживаемся правильного питания, постараемся выбирать определенные продукты и использовать их в своем рационе. Глютамин – это аминокислота, которая является резервным источником энергии и которая обладает антикатаболическими эффектами. Что это значит? То есть это вещество, попадая в организм, способно сохраняться в определенной форме и в случае возникновения клеточного дефицита энергии, она превращается в энергетический субстрат, способный погасить тот или иной дефицит. Поэтому это вещество хорошо использует в случае, когда мы находимся в состоянии рекомпозиции состава тела, когда мы подсушиваемся, когда у нас нет достаточного количества углеводов. В этом случае глютамин творит чудеса, он позволяет нам не срываться с диеты, он улучшает наше самочувствие одним простым способом, потому что рецепторы к глютамину содержатся в нашем головном мозге. Когда головной мозг получает сигнал от глютамина, то есть мы начинаем чувствовать себя гораздо лучше, и наш эмоциональный фон выравнивается. Его компонент, один из компонентов, L-тианин, который мы, опять же, часто слышим о нем, это вещество, способное приводить к релаксирующим эффектам и в хорошей связке, использовать его перед сном, например, с магнием, либо добавлять его к мелатонину для того, чтобы лучше восстанавливаться и хорошо спать. Вторая аминокислота, о которой я хотел бы поговорить, это аргинин. Я очень часто слышу, что аргинин – это нерабочее вещество, и что оно не работает, и что мы его не используем, но в этом есть определенные заблуждения. То есть аргинин – это вещество, из которого образуется оксид азота. Оксид азота – это вазодилататор, то есть вещество, которое приводит к расширению сосудов. Аргинин может не работать, или почему из него может не вырабатываться оксид азота? Причина очень простая – это дефицит железа, либо недостаточное железо. Я объясню, потому что реакции метаболизма, аргинина, они идут с участием эносинтазы. Эносинтаз – это вещество, фермент, который содержится в своем составе молекулы железа, и лишь при достаточном количестве мы видим хорошие эффекты. То есть зачастую эти эффекты выражаются в таком плотном, хорошем пампе. Сам по себе аргинин помогает избавить нас от гипоксии во время тренировки, поэтому его использование в качестве монокомпонента или в составе каких-то предтренировочных комплексов может иметь очень и очень хорошие эффекты для восстановления, для устранения гипоксии. Третья аминокислота, о которой я хотел бы поговорить – это цитрулин-малат. Многие из вас тоже о нем слышали и бытует мнение, что если вы используете аргинин, зачем использовать цитрулин-малат. Но эти вещества участвуют в одной реакции образования оксида азота, но гораздо больше эффектов цитрулин оказывает на метаболизм азотистых оснований, которые в большом количестве присутствуют в организме тренирующегося атлета. Поэтому использование цитрулина-малата в качестве монокомпонентов в составе с аргинином, с глютамином будет давать положительные эффекты на восстановительный период. То есть что он делает? Он способен большое количество вырабатываемой молочной кислоты метаболизировать и восстанавливать вновь до глюкозы, которая вновь попадает к нам в мышцу для поддержания энергетического баланса, для обеспечения хорошей мощной тренировки. Цитрулин-малат очень хорошо снимает посттренировочную крепатуру, когда у нас есть мышечная посттренировочная боль, прием порции цитрулина позволит вам в течение короткого времени восстановиться, убрать болевые ощущения и чувствовать себя более хорошо. Для тех, кто тренируется ежедневно, проходит подготовку к каким-то соревнованиям, использование цитрулина в своих предтренировочных комплексах будет необходимым. Доза подбирается сугубо индивидуально, поэтому здесь нужно исходить, конечно же, из ощущений. В своей практике я довольно-таки часто использую цитрулин для того, чтобы восстановить кислотно-щелочное состояние в организме, когда мы видим преобладание большого количества молочной кислоты и довольно-таки быстро мы все это восстанавливаем при помощи простой добавки. Цитрулин-малат. И четвертая аминокислота, о которой мы не можем просто не поговорить, это бета-аланин, либо его дипептид карнозин. То есть это вещество, протеиногенная аминокислота, которая обладает прямым антикатаболическим эффектом. Что это значит? Если глютамин способен превращаться в энергию в случае ее дефицита, то карнозин прямо сохраняет энергетический баланс в клетке, при этом мы ощущаем после его приема такой некий дискомфорт в виде покалывания под кожей, ощущение жара в конечностях, либо в лице. Вот это начинается эффект тот самый сохранение энергии, который нам необходим во время тренировки. И здесь будет закономерным связать два вещества глютамин и бета-аланин для того, чтобы получить максимальные эффекты от тренировочного процесса. Но, как я уже говорил ранее, мы можем использовать и цитрулин-малат, и аргинин в связи с этими компонентами, получая просто пушечную смесь, и ваши тренировки будут наполнены энергией на долгое-долгое время. На этом у меня все. Не забывайте подписываться и ставить лайки, оставляйте комментарии, для нас это очень интересно. И ждем вас в следующей серии наших видео. Субтитры создавал DimaTorzok